Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, добрый вечер. Всем пламенный привет, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне телерадиоканал Страна FM. Вечер четверга, программа «Концертный зал». Александра Хайрулина в студии. Я с радостью сообщаю вам, что сегодняшний концертный зал имени группы «Правада». У нас в гостях Юрий Заслонов, фронтмен группы. Юрий, привет. Добрый вечер. Привет, привет, столица. Привет, Саша. Привет, столица. Все сразу, конечно, подумали. Ага, что-то здесь не то. Если вдруг кто-то не знает, да. Группа «Правада» — питерская группа. Поэтому, собственно говоря, группа в эфире нашего телерадиоканала уже какое-то время присутствует. А вот здесь, непосредственно в студии, Юра впервые сегодня, с чем я и нас, и тебя, Юра, тоже поздравляю. Я очень рад. Мне очень приятно. У вас красиво. Спасибо тебе огромное. Поводом очень много для нашей встречи. Во-первых, обо всем по порядку. Самый главный, конечно, повод — это предстоящий московский концерт группы «Правада». 15 апреля. Давай сразу тебе слово передам. Ты, пользуясь случаем, приглашай, потом подробности. Повторю это уже в 50-й раз, что 15 апреля в столичном клубе «Театр» пройдет презентация нашего второго альбома, который называется «Романтика». Очень по-весеннему. Поэтому приходите все. Будет громко, классно. И вы. Спасибо. Обязательно, да, отправимся. Альбом выпущен уже. Выпущен. Случилось это, да. Везде уже есть, везде присутствует. И вот что, Юр, ты говоришь про него. Ну, так, это далеко не рок. Мы всячески старались сделать разнообразную, крутую и инди-поп-пластинку. Я уверен, что тем, кто следит за развитием подобных направлений музыки, это будет действительно интересно. Впрочем, предлагаю расслушать. Значит, меняется группа «Правада»? Ну, мне кажется, это нормально. Это не то, что нормально, это должно быть так. Потому что не очень хочется быть от альбома к альбому пародией на самих себя, что-то копипастить. Поэтому мы всегда стараемся следовать времени, стараемся внедрять в музыку какие-то новые фишки, которые соответствуют именно тому временному отрезку, в котором мы проживаем сейчас. И это, мне кажется, верно. Ну, что касается слова «всегда», речь идет все-таки о четырех годах. Кстати, у вас же 21 июня будет четыре года, как существует группа «Правада». Даже немного грустно, я тебе хочу сказать. Почему? Ну, ребенок растет, он уже совсем взрослый. Ну, не совсем, но, в общем-то, уже такой, да, чуть человечек. Ну, уже есть даже о чем поностальгировать, понимаете, даже до такой степени. А так, в группе, да, вот четыре года будет в июне. Ну, мы рады, у нас все хорошо, в принципе, все здорово. Да все прекрасно, есть уже успехи, громкие какие-то и сотрудничества, и фестивали. Я тоже обо всем, об этом поговорил. Юр, ну, а вот 21 июня, этот день случайно был выбран, потому что любимый день, не знаю, календаря, или все-таки действительно именно в этот день питерские ребята собрались, не знаю, где-то в сквере или дома. Ты прям слово в слово наш пресс-релиз. Да, да, конечно, я готовилась, учила ваш пресс-релиз и договорились. Все, сегодня пора, ребята, пора наш талант всем показать. Ну, почти так, на самом деле. Мы, как любая группа, рок-группа первоочередная, собирались на кухне, конечно же, на кухне. Твоя кухня? Моя, да. Или есть специальная в Питере кухня для... Наверное, где-то они сдаются, специальные кухни для образования групп, поскольку в Питере столько рок-групп еще со времен Ленинградского рок-клуба, потому что есть специальные для этого помещения. Нет, это было на кухне моих родителей. На тот момент они еще не жили в Питере, я только делал ремонт в их квартире. И это было с бас-гитаристом нашей группы, с Сергеем Ивановым. Мы, собственно, вдвоем сели, я показал ему пару набросков. Он сказал, чел, это круто, давай сделаем. И, собственно, мы подумали про группу примерно неделю, походили. И те ребята, которые играют на гитаре и на барабанах, Дима и Серега, они практически сразу внедрились в состав, потому что мы давно знакомы, давно играем. И кроме них кандидатов-то и не было, собственно. Ага, понятно. Кастинга никакого объявлено не было. Не, ну мы по ростику-то подгоняли, как бы я под себя, по причесочкам, по возрасту. Да нет, шучу, не было кастинга, мы все друзья, так вышло просто, что примерно одного возраста и по росту подходят. У нас даже одежда по размеру сидит примерно одинаково, мы все носим эмочку, понимаешь? Там, наверное, есть свой плюс определенно, да. Вот сто процентов. Особенно бывают такие периоды, когда кто-то не купил гардероб, но на фотосессию одеться надо, тогда у нас, да, великодушно с барского плеча делимся. Но так в целом 21 число это совпало, потому что мы просто хотели порепать и порепетировать, и в тот момент созвонились, и вот в этот день подошло все. И решили, что это день основания. Как тебе кажется, Юр, то, что ребята эти сразу же безоговорочно согласились стать участниками группы Аправа? Они мои друзья, куда бы они делись. Друзья, да, я... А, все-таки вот этим, да? Я думаю, ты сейчас скажешь, ну потому что такая музыка, такие слова, такой текст, что, конечно, не сказали, это лучшее на сегодня. Нет, я не буду, как Николай Баско, хвалить самого себя, нет. Я... Они мои друзья, и для меня первоочередно, чтобы у меня в группе играли люди мне близкие, которые почти семья, это очень важно. Ну давай им передадим привет, заодно и расскажем всем, кто нас слушает и смотрит, кто же еще в составе группы Провада. Давай, парни, пацаны, вам большой плавленный привет из столицы, да. Страна FM, надеюсь, вы там не мерзнете, в Питере приезжайте скорее играть в классный концерт. Ну а как их зовут? Давай перечитим. Зовут Сергей Иванов, бас-гитара. Серега. Сергей Андрюшак, ой, гитара. Все-таки по именам подбирали так. Да, конечно, ну и Сергей Гущин, Дмитрий Гущин, барабаны. Вот. Ну и, собственно, да. Ну и я, Юрий Заслонов, ваш покорный слуга. Юрий, я предлагаю нам начать уже музыкальную часть нашей программы, а что будет с этой песней сейчас, рассказывай. А я решил начать с той же песни, которая первая стоит на альбоме. Мне почему-то кажется, что с нее круто открывать альбом, мы ей будем открывать концерт, и ей же я решил начать сегодня свое выступление у вас. Спасибо. Песня, как ни странно, называется «Конченая». Так что, девочки, это вам. Девочка, с которой любовь возникает из ниоткуда. Слышу, ой, 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 прямо за моей спиной. Девочка, с которой любовь, вечно в ожидании чудо. И я вновь, ой, 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 волен только ей одной. Снова по привычке, с ней истории палю, дичь и неприличие свели все к нулю. В сотый раз я постирал твои номера, чтобы не набрать, чтобы опять по новой все не начиналось. О, ой, 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 кто тебе такую создал? О, ой, 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 признаю без вранья. О, ой, 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 без ответы на вопросы. О, ой, 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 и просто конченая. О-оу-оу, кто тебе такую создал? О-оу-оу, признаю без вранья О-оу-оу, без ответа на вопросы О-оу-оу, да ты просто конченая Девочка, с которой огонь Да, с которой точно сломается любовь Лучше бы ей быть одной Девочке, с которой огонь Рано или поздно достанется другой И мне не найти покой Позвонила, нафиг нужно было молчать Меньше разговоров, больше будет скучать В сотый раз я постирал твои номера Чтобы не набрать, чтобы пять по новой Все не повторилось О-оу-оу, кто тебе такую создал? О-оу-оу, признаю без вранья О-оу-оу, без ответа на вопросы О-оу-оу, ты просто конченая О-оу-оу, кто тебе такую создал? О-оу-оу, признаю без вранья О-оу-оу, без ответа на вопросы О-оу-оу, да ты просто конченая Не важно, что ты там себе решил И не важно, сколько там ошибок был И не важно, где и с кем ты согрешил Не важно, так не просто быть с тобой Так не просто быть с тобой Так не просто быть с тобой И так не просто быть с тобой Так не просто О-оу-оу, кто тебе такую создал? О-оу-оу, признаю без вранья О-оу-оу, без ответа на вопросы О-оу-оу, ты просто конченая О-оу-оу, кто тебе такую создал? О-оу-оу, признаю без вранья О-оу-оу, без ответа на вопросы О-оу-оу, да ты просто конченая Друзья, группа Провада И это романтика от группы Провада Такое, да Продолжается программа «Концертный зал» На телерадиоканале «Страна.ФМ» Юрий Заслонов у нас сегодня фронтмен группы Провада Юра, почему именно эта песня? Как тебе кажется, должна открывать концерты И стать заглавной для альбома? Не знаю, но... Так это она особенная для тебя? Кто она, та самая? Да, слушай, вот как-то среди моих девушек С которыми что-то было серьезное Вот благо таких не попадалось В основном это были какие-то такие скорые отношения Ну, было, да, несколько таких особ Конкретно эта песня не привязана к какому-то имени Какой-то персоне, личности Это просто собирательный образ А почему с нее... Мне кажется, слово интересное, нет? Само по себе Ну, такое... Мне кажется, каждая девочка даже Вот, если она такой не является То хочет отчасти себя такое видеть Ну, по крайней мере, в возрасте лет 18 А, некоторые могут и оскорбиться Услышав свой адрес такое слово Нет, не думал? А те, кто могут оскорбиться... То есть, в целом случае, ты не имел в виду, да? Не хотел никаким образом оскорбить Ну, там речь идет просто о такой девочке Которая тебе заводит Тебя стимулирует по жизни, цепляет Но при этом она очень ветреная И таких можно... Нужно любить Такими нужно вдохновляться Это же интересно Да, да, ну, хорошо Продолжаем наш с тобой разговор Я хочу узнать... Знаешь, что даже уже в вашей биографии Как ты говоришь, в пресс-релизе Огромное количество перечислено в фестивале Где выступала группа Провада И даже артистов на разогреве Пока зарубежных артистов, да У которых выступала группа Для тебя значимые какие-то площадки Пока можешь рассказать на сегодняшний день? Вот за 4 года где были? Речь о площадках сейчас Ну да, выступление, площадка, я имею в виду Может быть, значимое знакомство какое-то Ну, я спел по несколько своих песен В Олимпийском, например На разогреве группы Imagine Dragons Мы, кстати, были первым в России Вот это, на секундочку Официальным саппортом Который был утвержден непосредственно группой И нас даже на сайте опубликовали Что такая-то группа в России Будет на разогреве у драконов Ну и, соответственно, в Питере Это был ледовый Наверное, из Москва-Санкт-Петербурга Я даже не знаю, какие еще площадки Можно пожелать Точнее, зал какой площадки Можно пожелать видеть со сцены И мне кажется, в этом плане Я уже свой максимум выполнил Но в Москве есть, конечно, клубы большие Стадиум, например, которые мне тоже интересны Хотелось бы там тоже поиграть Да, друзья, ну а 15 апреля Группу Проваду не в Стадиуме ищите А где? Клуб театр Клуб театр Несмотря на такое название Это не значит, что вы должны приходить Там, кстати, есть дресс-код какой-то? Нет дресс-кода Нет никакого Абсолютно Приходите Кэжуал В чем удобно Прервемся совсем ненадолго Очень скоро вернемся в студию И продолжим общаться Оставайтесь с нами Студия 89,9 Концертный зал Программа продолжается, друзья Группа Провады Сегодня у нас фронтмен группы Юрий Заслонов Мы общаемся, узнаем друг друга получше Я имею в виду Мы, конечно, это вас Наших зрителей-слушателей И Юру И о группе, да Самое главное, что нужно нам запомнить С вами 15 апреля Концерт в Москве В клубе театр Презентация нового альбома Романтика 22 апреля Санкт-Петербург Но ты-то в курсе И знаешь, что концерт будет В клубе Космонавт Сегодня мы в клубе Космонавт День Космонавтики Юр Праздником Космонавт? Да А, клуб Космонавт Да, конечно, все правильно Я-то все Я принес с собой питерскую туманность в голове Не выспался Хорошо Давай, пользуясь случаем Поздравим всех с Днем Космонавтики Потому что праздник такой большой Ребята, да Праздник действительно для нас Просто огромный У группы Провада Есть клип и песня Космос И он Есть этот клип В эфире телерадиоканала Страна ФМ Юр, ты мечтал Космонавтом быть в детстве? Нет Вообще Даже ни на секунду Ни разу Вот не буду врать Лукавить Мне интересны А как же ты Юра Юрь Гагарин У нас другая логика Смотри, шутка в том Что Реально шутка Что у меня Со времен прадеда Такое ощущение Что все прикалываются Юра, Валера Юра, Валера Юра, Валера Я просто Юра Ну вот А следующий Значит будет Валера Ну не хотелось бы Конечно, Валерия Думаю, Тарасом назвать Ну, время придет Там, оно все Знаешь, так само собой решится Значит, космонавтика Делается совершенно не твое А вот музыка Это да Но, правда, нужно было Уважить маму, что называется Которая хотела все-таки Видеть тебя инженером Образование у тебя какое? Образование у меня высшее Я окончил Факультет промышленного Гражданского строительства Пришлось 6 лет Мне оттрубить Это где все было? Это было в Чите Сначала в моем родном городе Столица Забайкальского края Между прочим Привет, Чита Да, самая она И закончил я уже в Питере Я перевелся на третьем курсе И заканчивал Это было связано с переездом Как раз родителей, да? Да, мне очень Нет, не родители Я сам первый уехал Мне просто уже как-то Немного наскучило В Чите все уже было Совсем понятно За 20 лет, которые я там пожил А родители тоже переехали? Я так понимаю В итоге в северную столицу С тобой был связан переезд? Ну да, в этот раз да Слушай, как замечательно Ну почему у вас Очень такая тесная связь Во всяком случае С мамой Маме ты периодически посвящаешь Да, в соцсетях записи Там в день рождения было В феврале и песня Я знаю, что сегодня в плейлисте У нас тоже будет так же Или нет? А я давай спою Она очень хорошая Да, конечно Это надо Ну в общем Подскажи мне На сегодняшний день Мама уже как-то Немножечко все-таки Смирилась с тем Что ты не строитель А ты артист Ты певец Ты автор-асполнитель Ну ты знаешь У меня мама до определенного Периода жизни Эдак лет до 24 Наверное моих Она прямо Вообще не понимала И не врубалась В то, что происходит С моей И вообще моей музыкальной жизнью То есть она Прекрасно все понимает В стройке Она сама работает в этом Именно по этой причине Видимо я и попал В строительный университет Потому что когда меня спросили Куда я хочу поступать Я сказал Я не знаю Мне сказали Значит туда Да, туда Я пошел туда Почему я должен быть инженером Ну то есть ну окей Хорошо Я пошел туда Окончил его Все потому что Естественно люблю маму А когда уже переехал в Питер Сюда Она уже поняла Уже Всеми своими Я не знаю Чувствами Что я музыку не покину Потому что Юра Не ищет работу По профессии полученной А все пропадает на репетициях И на кухне у него Собираются какие-то ребята И что-то они там решают И что-то там наигрывают Ну хорошо А песни ты писать сам Когда начал Когда я был в школе Или все-таки Строительный вуз тебя Вдохновил Песни я начал писать На самом деле Примерно в тот же момент Когда только научился Играть на гитаре Мне в 9 лет Да, мой папа С моим крестным Понятно в каком состоянии Дали гитару Ну а папа и мой крестный Они же братья двоюродные Вот Собственно дали мне гитару И показали мне первую песню На трех аккордах На поле танки грохотали Ладно Открою секрет Слушай Да, я выучил за день Я выучил за день текст И аккорды При этом никогда не брал Гитару в руки И папа такой Ну естественно Кинул мысль Слушай, надо отдать Ну явно способности Налицо, конечно Ну он еще сказал Что мне в армии пригодится То есть девчонки Будут реагировать Цель-то была, конечно Да, совсем другая Ты уже и пел сразу На поле танки грохотали Или только наигрывал? Не, ну я что-то пытался петь Там как получалось Это, наверное, папу надо спрашивать Или крестного Ну и понеслось Вторая песня после танков После танков Соответственно Это уже лет, наверное, было в 11 Я тогда уже пошел В музыкальную школу учиться И тогда меня отдали По классу гитары На хоровое отделение Я вот как раз начал петь И мне что-то написалось Про какого-то котенка Который хочет жить Какая прелесть Вот лет в 11 Я написал куплет и припев Сейчас уже ничего не помню Но это было просто вот написано Не потому, что я анализировал А потому, что Так это, возможно, мог бы быть Второй хит после песни Люси О-о-о Родиона Газманова Это про котенка Не хотелось Родиона подсиживать, понимаешь Я уважительно коллегу Отношусь к его отцу Решил карьеру не останавливать Жалко, что все равно утерян текст И ты не помнишь Ну, может быть, когда-нибудь Тебя все-таки осенит И где-то там из файликов Отложенных Все это всплывет Возможно, в памяти бабушки это отложилось Она, возможно, слышала Ну, конечно Позвоню, узнаю Да, узнаю Наверняка она поет Юж, ну, дальше, я думаю Все понакатаны Любовь, морковь И после уже, наверное, какие-то песни Да, во дворах Да, пошла гитара Естественно, подъездная Вся эта романтика Там закрепил, так скажем Свои умения игры на гитаре Потому что вся эта испанская Классическая школа Которую давали в музыкальной школе Она просто не нужна Вот, естественно Там пошли совсем другие песни Детский лагерь какой-то Который я ездил там три года подряд Там мой багаж, так скажем Знаний песни, он пополнился Вот И там уже, да Я начал писать уже что-то осмысленное Естественно Уже что-то скорее больше про любовь Потом лет в 15 Я сколотил первую группу в ЧТ с ребятами Мы начали играть мои песни Впоследствии объездили Весь Дальний Восток и всю Сибирь А потом я переехал сюда, в Питер И понял, что Ну, тогда мы играли тяжелую музыку Я решил, что все Тяжелую музыку больше играть не хочу Я с 10 класса влюбился в Maroon 5 Каюсь Ребята, металлисты Которые мои кенты Извините Влюбился в Maroon 5 В 10 классе И это меня не отпустило И не отпускает до сих пор Ну и пусть не отпускает Юж, что мы сейчас послушаем? Сейчас я, наверное, бы хотел вам спеть Грустную песню На этот раз Пусть вторая будет А мы не будем даже сопротивляться Будет песня «Волна» Она с первого нашего альбома Которая называется И называется «Мечтать» Мечтать А до этого, кстати, были два Маленьких, небольших EP, да? Одна, да У нас была EP-шка Кстати, выпущенная на Universal Music Вот так вот, на секундочку Да, и там было 4 песни В общем, это был промежуточный такой релиз Мне кажется, нам альбомы лучше удаются Поехали И улицы полнят Мы ускоряли шаг Было нечем дышать Я падаю, падаю вниз Становится проще Ведь некому ждать И некого винить Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз И линии формы знакомы давно И все как в немом кино Я падаю, падаю вниз Минуты до шторма Все было решено Твой выход на бис Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Можно подпевать Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю прозрачной волною Губами до конца Останься, открой мне Пообещай, что все сбудется И тяжелее воздух Близится край И тихая прощай Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю вниз Я падаю, падаю прозрачной волною Губами до конца, до конца Останься, открой мне Пообещай, что все сбудется Студия 89,9 Концертный зал Программа продолжается, друзья Большой привет, концертный зал Группа Провада Юрий Заслонов Сегодня у нас в гостях 15 апреля, запомните этот день А лучше по возможности отправляйтесь на концерт Презентацию нового альбома Романтика в клуб Театр Москвы Ну а 22 апреля у вас есть прекрасная возможность Оказаться в Санкт-Петербурге Ну или если проживаете, то обязательно Нужно посетить клуб Космонавт Юра, расскажи мне, пожалуйста Как же так могло случиться-получиться Что через год уже Может быть даже чуть меньше После того, как организована была группа Провадовы уже оказались в Германии И представляли Россию Там на фестивале Магия? Магик Да нет Слушай, ну мы на самом деле Все, что с нами случалось По крайней мере первые пару лет Я считаю, это с любой группой Которые, так скажем, работают над собой С ними обычно происходит именно в этот период Некое волшебство У нас первый концерт так состоялся Мы не знали, где выступить У нас было всего пять песен На шестую не был дописан текст На песню показ первого альбома Вот, и мы Что мы делали? Мы просто отправляли Всем организаторам питерским Письма на то, что мы готовы Выступить у кого-нибудь на разогреве Вот, и Так мы вышли на PMI Точнее, это одна из организаций питерских Написали письмо туда Все контакты указаны, естественно, на сайтах Но никак не думали, что нам ответят Вот, никак А нам ответили И суть в том была, что Одна из тех выпущенных песен Я не знаю, по какой такой счастливой случайности Но она попала в плейлист Человеку, который ответственен За, собственно, все эти концерты И только эта песня ей понравилась И у нас не было тогда ни видео Ни портпрома, ничего не было Мы просто были ребята, которые Коих тысячи, которые играют вот свой рок Вот, и она сказала, мне так нравится песня, что Фиг с вами, ребята, давайте, вот вам шанс И поставила нас разогревать группу Neighborhood Из Америки Это одна из моих любимых таких вот Групп этой волны Я теперь понимаю, почему ты говоришь магия Магия, да Нет, магия не здесь началась Подожди, давай дальше Давай, давай, давай И вот тут мы выступили И к нам за одну ночь Во все паблики вступило по тысяче человек У нас группа ВКонтакте Ну, у нас было там, типа, человек сто Из друзей И вот стало больше тысячи И через неделю, вот эта магия Раздался звонок, собственно От тех же людей И сказали, ребята, вы такие прикольные Не хотите Иглесиаса погреть? Погреть, это значит выступить Перед выступлением Энрике Простите за мое изъяснение Это я на всякий случай Но вдруг кто-то нас слушает Да, кто впервые услышал Да, и вот тут мы на самом деле Начали что-то нос воротить Между собой уже Так, дело уже ушедшее Ну, мы же как бы трушные ребята Мы, соответственно Во всем проводим параллели В музыке То есть где Иглесиас С точки зрения музыки И где наша музыка Да То есть нас как-то смущало С одной стороны И тут вот наш менеджер, конечно У нас уже появился менеджер На тот момент Сразу же Как-то мы сошлись Тоже магия И он сказал Ребята, не нужно вообще париться Хоть Металлика Хоть Иглесиас В этом плане я с ним не согласен Но Иглесиас, ладно Давайте выступим Потому что публика будет Явно благородная Явно не будет Тех людей, которые к вам На вас могут отреагировать негативно И, соответственно, мы послушали И все прошло очень круто На самом деле Но с Энрикой Эта встреча случилась? Вот он очень такой Человек, который не показывается Ни на саундчеке Ни где-либо И это нормальная практика Я потом и у драконов То же самое посмотрел Они отдыхают В тот момент, когда идет саундчек Мы пообщались с музыкантами У него классный перкуссионист Такой накачанный мулат Который чуть ли не комбики сам двигал Чтобы мы комфортно расположились Это все-таки менталитет такой, наверное Так это как раз Вы подогревали Энрике в Германии? Нет, это было у нас в Питере В Лидовом А в Германии, как оказались? Это дальше уже Это уже закончились два разогрева Мы думали, куда дальше податься Что делать? Кого еще погреть? Да, еще там дальше Да, понеслось дальше Но, соответственно, у нас в Питере Начал существовать на тот момент Первый год конкурс Эмергенза Такой есть И тогда его у нас представляли В стране непосредственно Итальянские организаторы Мы решили поучаствовать Потому что где-то нужно участвовать Что-то нужно делать И показывать себя, конечно Да, да и вроде конкурс был неплохой Ну и мы подготовились На первый тур шли Там всего три этапа и финал Соответственно, на первый тур шли Вообще не парясь Придем, как будет, так будет А когда первый выиграли На второй подумали Ну, может, запариться Но все-таки не будем Пошли на второй тур Выиграли второй тур И такие подумали Раз, второй выиграли Вот сейчас давай запаримся Конечно И мы победили Мы поехали в Германию И заняли за 12 лет фестиваля Четвертое место А, это успех Молодцы Спасибо вам за это большое Что ты хотел сказать? Ну, нас вроде уже победили Ребята Год назад уже Группа из России Ну, не они сегодня у нас в гостях Юра, а именно ты Группа Провада Главная тема нашей встречи А что у нас дальше В нашем плейлисте? А, дальше в плейлисте А вот я на самом деле Сегодня думал немного по рэпу Чуть-чуть Ну, по такому Легкому песню И вот я бы хотел спеть песню Вика Виктории Виктория, да, всем посвятим Жалко, нет у меня песни Александра Пока Пока Я вот после нашей сегодняшней встречи Подумаю Что подумаю? Обязательно пишу Привет, Москва Бросает в сторону И резко все вернет назад Как будто порох в ней И что же дальше ее ждет? Нет желания Хоть раз нажать на тормоза Пускай занесет Пофигу все Она такая вот В разнос идут любые Сказанные мной слова Порой послать ее Мне не хватает Тех же слов Я говорю на раз Она в ответ кричит на два Да что я несу? Что ты несешь? Зачем все это вот? И в понедельник Снова не проснувшись Наработаю Переварив на свежую Весь наш бардак Я понимаю Что ругаться снова неохота И без нее походу проще Но в целом никак Она бросает на меня Свои взгляды украдкой Я кратко их ловлю И отправляю ей же вновь Пускай вы назовете Это болезнью, ребятки Я отвечу И вам такая любовь Но в жизни новая строка Просто ссоримся по пустикам Разом закипает венок кровь Цветы дикой ежевики Я без ума отвеки Людям не понять никак Только с нею плавится декабрь Разом застывает венок кровь Вот она, любовь на пике Я без ума отвеки Я так люблю тебя Послушай, говорит она А меня мутит Правда, правда мутит С этих слов Затянулась Это ненормальная игра Для дураков Без игроков Что за прикол ты кой? Как может быть спокойно Так вдвоем по вечерам Когда с утра Она была готова Все спалить Ты победила Снова я походу проиграл Выход один Надо идти Но не могу уйти И бухта Все самое лучшее на континенте Перемешалось с худшим Из мировых катастроф И на секунду Растворяюсь в этом моменте Лишь наблюдая Как волосы пали ей на лицо Она бросает на меня Свои взгляды украдкой Я кратко их ловлю И отправляю ей же вновь Пускай вы назовете Это болезнью ребятки Я отвечу вам Такая любовь Но в жизни новая страха Просто ссоримся по пустикам Разом закипает венок кровь Цветы дикой ежевики Я без ума отвеки Людям не понять никак Только с нею плавится декабрь Разом застывает венок кровь Вот она, любовь на пике Я без ума отвеки Вика, 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 Вика В жизни новая строка Это пьяная, грязная, милая, дикая Цветы ежевики Я без ума отвеки Вика, 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 Вика Людям не понять никак Столько пуха, праха, смеха, крика Вся любовь на пике Я без ума отвеки Я без ума Вика, 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 Вика Я без ума от Вики Это трек готовы пережить, а вот если ты дальше начнешь в этом направлении работать У нас есть на самом деле песня, которая прям совсем рэп Ну вот прям совсем туда Прям рэп-рэпович рэпов И вот ее и заценили Ее даже паблик новый рэп выкладывал И мне на тот момент, мне самое интересное Начали писать ребята из других городов Тоже те, кто занимается хип-хоп-культурой и рэпом в целом Что типа, йо бро, давай фитонем А я совсем другой музыкой занимаюсь У меня совсем в голове логика абсолютно по-другому выстроена В отличие от тех людей, кто занимается хип-хопом в массе И мне даже было как-то странно Вроде бы прикольно То есть ребята пишут вроде как и интересно Но что-то в итоге ни с кем не фитонули Ну однозначно это было искренне с их стороны Потому что если бы что-то их там не устроило То были бы совсем другие сообщения, я думаю Ну тебе, мне кажется, вполне комфортно в рэпе Глядя на тебя Я меломан на самом деле Я все люблю От металла до рэпчика Однако есть такое сообщение у тебя в социальных сетях После 20 я начал понимать и ценить правильную мужскую романтику в музыке Это ты в интервью сказал, нет, поправлю себя Да, 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 все правильно Это когда не вычурно, это когда честно и понятно Люблю русский язык и исполнение на нем Да, ну это все правильно Я очень люблю группу «Сегодня ночью», если говорить о правильной мужской романтике Вот Никита Козлов и группа «Сегодня ночью» это прям то самое На песне не удержаться, я могу спеть хотеть попозже Чужую песню на свою Нет, сегодня мы будем слушать только твои песни Если ты не против Но вот именно здесь, сидя на месте, в котором ты сейчас находишься Очень многие артисты Кто-то признается прямо в прямом эфире Кто-то во время, пока там идет реклама Но говорят, ну все-таки английский язык на нем же Он такой вокальный Некоторым даже и пишется легче Не то, что исполняется на английском языке Но ты вот прям такое приятное исключение Спасибо большое за комплименты Я прям тоже трону это до глубины души Ну просто за английским языком душу-то не скроешь Понимаешь, в чем ситуация Это ясно-понятно, что вот тот термин, который сказал Иван Дорн «Йогурт лэнгвич» На нем пишут очень многие ребята, и я пишу на нем Но потом я все это переделываю в русский язык Мне кажется, у нас все-таки страна с очень богатым языком Очень красивым языком И в основном много плохой музыки выходит Только потому, что там именно текстовая составляющая хромает Ну, к сожалению Друзья, группа «Правада» Юрий Заслонов Автор и текстов, и музыки, которую мы сегодня слушаем Нам нужно перейти к следующей песне, Юр, что это будет? Давай, конечно Я под акустику спою, на самом деле Отлично Хорошо получалось За всю группу сегодня отдывается, Юра Она, кстати, хорошо получается у тебя, очень Мне тоже нравится Ребята, спасибо, можете не приезжать Это шутка Я предлагаю создать новую группу прямо сейчас с тобой вместе Ну да, мы подумаем И как будто песня говорящая называется «Напополам» Сказаны все слова, сделаны все дела, точки расставлены Попытка номер два, мне зачитать право, было оставлено Невероятная мания усложнять Переходить предел Это для нас с тобой небоправимый сбой В счете обычных дел Где много ненужных слез, запах твоих волос Все по местам Я прошу, расставь Слышишь, перестань С чистого листа Запах твоих волос, много ненужных пост Напополам сведены щита С чистого листа С чистого листа Видимо, не понять Видимо, не принять Так получается Для настроения Просит спасения Ей это нравится Невыносимая мания Усложнять Переходить предел И это для нас с тобой Непоправимый сбой В счете обычных дел Где много ненужных слез, запах твоих волос Все по местам Я прошу, расставь Слышишь, перестань С чистого листа Запах твоих волос, много ненужных пост Напополам сведены щита С чистого листа С чистого листа О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Браво! Группа Провада, друзья! Программа «Концертный зал. Страна. ФМ». Юрий Засловов, у нас сегодня в гостях на «Фронтмен», поэтому, собственно, он же есть Группа Провада, отдувается за остальных участников группы, которая в полном составе обязательно выступит 15 апреля в Москве в клубе «Театр» 22 апреля в Питере. В клубе «Космонавт». В клубе «Космонавт». И это все будет гораздо мощнее. Ну, разумеется, те, кто смотрит, видят, что мощнее, пока ты один. Гитары есть еще минусовки, так называемые. Юра, любит уют, покой и полумрак. И узбекскую кухню. Юр, да, как-то вот портрет. Ну, как-то так. Как-то так, да. Чтобы, да, уютно с узбекской кухней и... Ну, это знаешь, когда... И зацепление уютно. Когда вечер, в комнате темно, играет хорошая музыка и слегка пахнет пловом. Ну, что за страсть? Почему? Откуда она? Расскажи. У меня бабушка, и бабушки, и дедушки мои, они из Узбекистана. И родители все русские, но, соответственно, росли в тот момент в Советском Союзе и в городе Фергана. И меня, начиная с двух лет, туда отправляли к бабушкам, соответственно, на попечение, я не знаю. Примерно на протяжении лет восьми, наверное, я туда ездил. Каждое лето на несколько месяцев. И бабушки старались. Ну, а как же там? Кормили Юрочку. Ну, я посмотрел, как все это готовится, мне просто впитал это все практически, так скажем, мясной бульон из плова, просто в кровь себе. Вот, и поэтому для меня это, наверное, из детства близко. Да и готовлю я хорошо эту кухню. Что ты готовишь из узбекской кухни? Плов хорошо готовлю. Еще? Классно. Готовлю лагман, например. Самсу могу приготовить. Боже мой. Резкий случай. Конечно. Но когда говорит Юра, могу приготовить и готовлю с удовольствием, это даже речь идет не о каких-то домашних ужинах, речь идет здесь и о гастролях. Но если верить интернету, что Юра может приготовить это для команды где-то, будучи в другом городе, для группы. Ну, это не плов, правда, конечно. Да, мы когда ездим... Что, самсу? Ну, нет, самсу тоже это долго все. Да, обычно там быстренько гречки сварили, курицы пожарили и разбежались, собственно, вот и все. Ну, что касается кухни, у вас вот там интересные предпочтения в группе, я тоже где-то читала, да, что кто-то любит грузинскую, кто-то любит русскую кухню, кто-то вообще вегетарианец. Есть у нас гитарист, да, он прям не то, что вегетарианец, я вообще не понимаю, что он ест. Я тогда боюсь даже представить, а что же у вас там в райдере по поводу кухни написано? Вы требуете для каждого отдельную кухню? Все мясоеды, кроме одного человека, собственно, вот для него отдельно больше сыра, да, учтено, и больше винограда. Он в основном, чаще всего я замечаю, как он ест виноград с сыром. Наоборот, сыр с виноградом. Вот так. Слушай, ну здорово. Очень захотелось попробовать вот в приготовлении в твоем плов. Мне кажется, он действительно... Будет в Петербурге. Если у вас какая-то будет история такая, да, может быть, начну на очередном презентации клипа какого-нибудь, может быть, ты решишь угостить всех пловом собственного приготовления, то мы с удовольствием отправимся к тебе. По поводу твоей такой особой любви к уюту, к покою, к полумраку, это своего рода твое восстановление от шумных концертов, от музыки, от людей? Или это ты настоящий, твоя душа? Я в принципе не люблю большие скопления людей. Мне не нравится это. Ну, я не сильно себя комфортно, если искренне говорить, я не особо себя комфортно чувствую, когда очень много вокруг людей, камер. То есть мне приятнее какая-то тесная компания, небольшого окружения людей, интересных, приятных, либо тех людей, которых я уже очень-очень давно знаю. Вот всем моим друзьям привет, я вас люблю. Собственно, только в этом плане. Я интроверт на самом деле. И мне кажется, очень много творческих людей, которые пишут песни, пишут музыку, они в основном все интроверты. Но когда ты находишься на сцене во время концерта, тебе же не хочется убежать оттуда быстрее-бестрее? Нет, это вот на самом деле, если говорить о разогревах или каких-то фестивалях, которые были на моей практике, когда нас не особо кто-то знает, тут на самом деле всегда борьба с самим собой. Потому что если это разогрев, то ясно, понятно, что ребята пришли совсем на другого артиста. Они ждут других. И тут выходит группа, и их заставляют полчаса слушать совершенно незнакомую музыку. Ну, мне бы даже, наверное, самому это не понравилось. Но располагали, правда, располагали публику. И вот даже кто-то написал «Идеальная группа для разогрева». Ну, не хочется такой клише на себя носить. Нет, ну, нормально какой-то этап. Можно поначалу было носить. Вообще, все уже нужно переходить, конечно. И вы перешли уже на другой уровень абсолютно. Ну, это факт того, что группа заходит, людям нравится музыка, и люди открыты к этому. Но зато это ведь очень такая смелая проверка. Согласен, да. Потому что здесь уже действительно, да, или все будут кричать, что-то совсем неприличное там из толпы, либо все-таки послушают, ну, за исключением некоторых там, которые прям уже ждут, ждут, ждут. Вот надо настроиться на все это очень серьезно. Я вот к этому прям заранее, за день до этого подхожу. Потому что всегда, если кто-то кричит какое-то, ну, что-то агрессивное идет из толпы, не было таких случаев на практике, слава богу. Вот. Но я всегда к этому стараюсь относиться с иронией, с большой. Я вот посмотрел много фильмов о Жене Белоусове. И вот эта вот персона, которой пел «Девчонка-девчоночка», вот эта вся история. Конечно, знаете, Женя, да. Ну и, соответственно, при этом имел такой сладкий образ, но сам был по себе дебошир и такой с жестким стержнем. Вот он очень иронично всегда к себе относился. И мне кажется, это из любой ситуации может просто в любом споре обезоружить твоего. Значит, ты умеешь сам себя настраивать, да? Ну, я стараюсь это делать, по крайней мере. Ты знаешь, какие-то такие свои кнопочки, где куда что можно назвать, или есть такие слова какие-то, там, Юра? Ну, это, наверное, больше зависит от сосредоточенности. Надо как-то себя, что я красавчик, я смогу, я все знаю. Я красавчик, я смогу, я все знаю. Запоминайте, друзья. Все. Три раза перед зеркалом каждое утро и... А нужно как-то подбегнуть себе там еще или что-то там? Ну, я не знаю, можно волосики уложить как-нибудь. Я красавчик, все хорошо. Ну, давай, красавчик, что у нас дальше с тобой в плейстер? А дальше я продолжаю раповать, знаешь, я же обещался. Ну, хрэперы, держитесь. Следующая песня, да, она посвящена музыке, которую мы очень сильно любим. Она так и называется, «Моя музыка». Ну, будет немного радио от нее. Окей, смотри, как проводник от меня убегает. Манит и светит ночи, уводя за собой далеко-далеко. Я до рассвета при помощи плотного дыма и крепкого чая. Двигая я ритмы, ищу в них какой-то прикол. Перебираю их я, запоминаю их ряд. Сыпятся темы на голову, будто бы стены разносят ядры. Не важно, сколько у шаг будет шума. И мне не важно, сколько напишу я. Правила ведь заключаются в поиске ценного камня. Ты можешь отсеять и тону песка, но вот суть, и в ней будет ни грамма. И все неверно, все явно неправильно. Где тайник драгоценный оставил я. Как лабиринт из мелодий и звуков. Как нескончаемый пазл из слов. Посреди многочисленных выдумок, что звучит глупо. Не каждый сможет отыскать самый редкий цветок. И где бы ни был я с ней не расстаться. Она живая и будто река. Потоком в бешеном ритме танца. Льется моя музыка. И что бы в жизни со мной не случалось. Дикий смех и немая тоска. Лишь бы где-то внутри оставалась. Льется моя музыка. Открыл глаза, умыл лицо и зубы почистил. В голове лидом играет мелодия жизни. День ото дня, а у меня все музыка звучит. Не поменять, не перемотать, не выключить. И я зависимый, как от погоды. И шумные разные темы слова. Не понимая порой, откуда берутся такие находки. Запоминая походы и строчки едва. И где бы ни был я с ней не расстаться. Она живая и будто река. Потоком в бешеном ритме танца. Льется моя музыка. И что бы в жизни со мной не случалось. Дикий смех и немая тоска. Лишь бы где-то внутри оставалась. Льется моя музыка. Пусть каждая в жизни минута. Пусть каждый прожитый миг Поделены будут, как будто И каждый по-своему звучит. Вспоминай, вспоминай его. Вспоминай, вспоминай его. Он не оставит одного, самого главного. И где бы ни был я с ней не расстаться. Она живая и будто река. Потоком в бешеном ритме танца. И что бы в жизни со мной не случалось. Дикий смех и немая тоска. Лишь бы где-то внутри оставалась. Питца моя музыка. Польется 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 моя музыка. Концерт, презентация нового альбома «Романтика» в Клубе театра 22 апреля, Санкт-Петербург. Юра. Клуб «Космонавт». Спасибо. Спасибо тебе огромное. Очень любят группу «Правада» ваши поклонники. Ну это естественно. Поклонники для того и существуют, чтобы любить. Конечно. Такие слова пишут, боже мой, ну понятно, красавчики все. Господи, как же я вас люблю. Даже есть и такие. Да, взывают к небесам. Это взаимно. Понятно, да. А многие говорят, и люди, которые просто понимают в музыке очень многое, что вы явно отличаетесь от всех остальных артистов, которые на сегодняшний день в шоу-бизнесе представлены. Как тебе кажется, вот если коротко, чем все-таки отличается группа «Правада» от всех остальных команд, не знаю, сольных артистов на сегодняшний день в нашей стране? Наверное, непринадлежностью к какому-либо музыкальному лагерю, назовем это так, в правильном смысле. Ну то есть есть как бы артисты с саунд-дизайна, так скажем, которые берут эстетикой. Есть артисты поп-направления, которые берут именно, ну коммерции, поп-музыка. Это классика, так скажем. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, пока сам не понял, но мы стоим где-то вот примерно на рубеже этих двух составляющих, потому что мы играем поп-музыку определенно, это слышно по звуку, это глянцевый саунд, но при этом мы все-таки стараемся туда привносить какую-то творческую жилку, и иногда большая часть материала в этом смысле, она как-то не поддерживается медиа в крупном смысле, потому что есть в ней вот эта вот не до конца попсовая составляющая, поп-составляющая. Но коллеги признают по цеху, и это очень важно, и я знаю, что есть уже и был, у вас есть дуэт со Светланой Сургановой, да, который, по-моему, тоже тепло от вас очень отзывается. Света прекрасный человек. Не слышала больше в твоих интервью, мы тоже Свету любим, в твоих интервью какого-то желания о сотрудничестве с нашими российскими артистами, ну, вот попеть, что-то сделать международное, есть желание, да, кто из артистов? Давай, они нас все смотрят и слушают, как правило. А, вот, значит, как, ну, это я говорил, да, это я помню, но вот сейчас, на самом деле, как раз к третьему альбому, мы уже начинаем потихоньку готовить, есть идеи по поводу фитов с определенными людьми, с определенными группами, и у нас, на самом деле, сейчас богата страна на таланты, есть еще артисты украинские, тоже очень крутые, и со многими мы общаемся, я думаю, будет пара-тройка классных фитов, а по поводу Америки, я, наверное, имел в виду то, что было бы просто интересно поработать, то есть это новый опыт. Как опыт, да. Конечно, потому что вот когда мы играли в Германии, например, на фестивале, уровень организации, уровень того, как ответственный персонал работает на площадках, он, конечно, достаточно сильно отличается от того, что происходит у нас в стране, это тоже был опыт. Но будем надеяться, что 15 апреля будет хороший уровень организации вашего конкурса, концерта в Москве, и очень мало времени остается, хочется послушать. Я говорю о фестивале. Да, обязательно, не знаю, одну или две вещи мы успеем сейчас послушать, но две, говорят мне звукорежиссеры, к одной из них срочно должны перейти. Давайте споем песню «Все равно». Да, давайте. Я обещал, что будет больше рэпа. И все равно мне. Много грустные песни о расставании. Оно мой главный минус, так болит, как будто в теле вирус, и мы в ногах не с тобой, но видно что-то с головой моей, что-то с головой точно иначе. Но а чё так заморочен, ведь всё давно по новой начин. Но видать не точно, видно, думал, что забыл, А сил хватило лишь сказать «Прости, что позвонил сейчас только». Ты, я вижу, сбиты с толка, и всё, что между нами, давно полетело в топку. Горело синим пламенем, и прах стоит на полке, но ты не кидаешь трубку, и я как на иголках. Но всё равно, что со мной, заодно ты не была до конца. Губы в кровь, руки в боль, нам с тобой лучше не видеться. Пусть кто-нибудь ей спамит ей, парит всё, что только вздумается. Всё равно, всё равно мне. А ты, наверное, остыла, да в общем, что теперь, ну, было и было. Не подбираются слова, такой себе расклад, да и я во многом виноватся. Срывался было бы напрасну, убивался до неясности, и я не сахар, но и ты не лавка сладостей. Чёрт с ним, давай же, наконец, отпустим. Всё, что наводит чувство грусти, всё, что ещё болит в груди. И мы ведь взрослые, минут как без пяти, но почему же всё ещё ведём себя, как дети? Всё равно, что со мной, заодно ты не была до конца. Губы в кровь, руки в боль, нам с тобой лучше не видеться. Пусть кто-нибудь ей, спамит ей, парит всё, что только вздумается. Всё равно, всё равно мне. Спасибо большое, Страна FM, мне было очень-очень приятно быть у вас в гостях. Большой привет всем тем, кто нас слушает. Группа Провада, друзья Юрий Засловов. Спасибо тебе, Юра. Продолжается ещё композиция. Я обязательно спою припев. Давай. Вот здесь. Всё равно, что со мной, заодно ты не была до конца. Губы в кровь, руки в боль, нам с тобой лучше не видеться. Пусть кто-нибудь ей, спамит ей, парит всё, что только вздумается. Всё равно, всё равно мне. Пусть кто-нибудь ей, спамит ей, парит всё, что только вздумается. Всё равно, всё равно мне. Пусть кто-нибудь ей, спамит ей, парит всё, что только вздумается. И всё равно мне. Провада, 15 апреля, Москва, Клуб Театр. Друзья, приходите обязательно. А знаете ещё почему? Потому что у Юры к тому моменту появится новая татуировка. Завтра день Х. Юра, не страшно, что я рассказала? Две, две, две татуировки появятся. Две новые? Две новые татуировки появятся. Что это будет? Или кто это будет набит? Это будет не скул определённый. Я могу приоткрыть секрет, я набью себе тело женщины. Я очень хочу себе. Да ты что? Да, обнажённые. Это опять не какая-то конкретная? Или всё-таки на этот раз? Нет, с конкретной не срисовывай. На одной руке, а на второй? Мужчина должен быть? Нет, я одну руку продолжаю потихонечку доделать. Скоро перейду ко второй. Обнажённая женщина. Юра, пожалуйста, сфотографируй потом нам. Мы будем всё равно какие-то пытаться искать какие-то сходства с реальными женщинами. Юра, обязательно ты должен ответить на мой вопрос. Что означает «немного мёда» и «майский жук»? А, вот что, ничего, как классно, что вы... Это вот хороший вопрос, знаешь, такие вопросы редко... Спасибо, редко хвалят нас, ведущих, да, но здесь... Перестань, ты просто... Очень красиво вообще. Отвечай, пожалуйста, спасибо. Да, ответ такой. Есть такой фильм, Рэй, смотрела? Нет, про Рэя Чарльза. Вот, есть пародия на него, одна из очень талантливых, в принципе, среди жанра пародий фильмов. Называется «История Дьюи Кокса. Шагай твёрдо». Очень смешной фильм с крутой музыкой, с хорошими саундтреками, реально классный и смешной. И вот там есть одна сцена, где выстёбывают Элвиса Пресли, его играет Джек Уайт, ну, всеми известный Джек Уайт. Вот, и он с точки зрения юмора его высмеивает, то, что Элвис был немного неадекватный. И он говорит там фразу «Я, Элвис, немного мёда и майский жук» и уходит. Вот оттуда взялась эта фраза. Ты знаешь, я думаю, что, конечно, есть те люди, которые знают, ну, спасибо, ты сейчас просветил, я думаю, многие сейчас... Смотрите все фильмы. Потому что те, кто побегут и уже подписан на тебя в Инстаграм, ну, я думаю, что они не один час могли провести в раздумьях, что это такое, мёд и майский жук. О чём он вообще? Да что ты такое несёшь? Юр, дорогой, спасибо тебе большое. Я хочу пожелать успехов твоей команде и группе «Правада». Респект. Пусть впереди большие площадки, огромное количество концертов, новые замечательные песни, и, ну, пусть твой талант раскрывается всё новыми и новыми гранями, наверное. Спасибо. Я был очень рад быть у вас в гостях. Я надеюсь, мы ещё обязательно с вами увидимся и поговорим, и попоём. Да, увидимся 15 апреля в Хобби-театр на концерте. Группа «Правада» на презентации альбом «Романтика». Друзья, приходите. А 22 апреля всё случится в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт». У нас финальная песня, и я думаю, что, конечно, от тебя должно быть предисловие. Вот мы с тобой говорили о песнях, которые берут за сердце, говорили о любви к родственникам, и эта песня называется «Мама». Она моей любимой маме. А посвятим её всем мамочкам, да? Да, давайте посвятим её действительно всем мамам. Как зовут маму? Мне кажется, что прям нужно ей привет срочно передать. Маму зовут Татьяна Вячеславовна. Татьяна Вячеславовна, большой вам привет от страны ФМ. «Мама, я тебя люблю, это тебе». Снова что-то мне пишешь, Как обычно я не вижу, Так вышло, бывает, Пустяк, И мне было бы неплохо, Просто поторопиться, Я скоро быстрее. Никак. Всё теплее, на кухне свет, Время тянется по-иному, Сколько мне было прожито лет, Я по-прежнему вижу снова На стенах синие-синие полосы, Незаправленная кровать, И мне по-прежнему шепчет твой голос. Встой, Мама, я знаю, ты сумеешь всегда понять, Просто мы выросли, Просто мы выросли, Мама, я знаю, ты меня не устанешь ждать, Просто глупее я, Просто мудрее ты. Бесконечное утро, Безупречное, как будто, Но снова мне нужно Бежать, Просыпаться походу, С неба дарит погода, А вот бы вернуться Опять, Где хрустит под ногами снег, А от холода будто погреет, И сколько мне было прожито лет, Я по-прежнему буду верить ей, Что можно вырасти самым сильным, Если рано ложиться спать, И тебя такую красивую обнять. Мама, я знаю, ты сумеешь всегда понять, Просто мы выросли, Просто мы выросли, И, мама, я знаю, ты меня не устанешь ждать, Просто глупее я, Просто мудрее ты. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Спасибо большое. Страна ФМ.